Я приветствую всех. Сейчас перед нами выступит Владимир Бурдуков, iOS-разработчик компании Cyclum, и он представит, что нового в iOS 5 или почему стоит поставить свежий X-код. Добрый день. Меня зовут Владимир Бурдуков, я представляю компанию Cyclum и английскую компанию Stilae Digital Media. О чем я вам хочу рассказать? Так как сам я junior iOS-разработчик, вряд ли я что-то смогу рассказать интересного для сеньоров. Но по опыту знаю, смотрю на сеньоров в своей компании и вижу, что они не хотят приходить на новую версию X-кода по простой причине, с ними надо разбираться. Я учился уже на новых версиях. Пришлось. Поэтому, наверное, мой доклад направлен на всех. и на сеньоров, которые не хотят переходить, и на джуниров, или вообще тех, кто не знает, что такое iOS и хочет разобраться. Давайте рассмотрим, что появилось нового в iOS 5. Многие из вас слышали про технологию iCloud. Что нам дает iCloud? Давайте я вкратце просто расскажу все, а потом по каждой технологии пройдемся отдельно. iCloud дает нам возможность синхронизировать файлы между различными iOS-девайсами. То есть мы, допустим, приведу пример технологии PhotoStream. Мы делаем фотографию на iPhone. Фотография отправляется в облако iCloud. И push notification она отправляется на все iOS-девайсы, которые привлечены к этому аккаунту в iCloud. Очень удобно. Рекомендую. Arc. Автоматик референс каунт. Эта технология, можно сказать, что-то только тем, кто разрабатывал под iOS и разбирался, как работает выделение памяти и управление объектами, управление жизненным циклом объектов. Что нам это дает? Раньше нужно было выполнять методы retain-release, чтобы управлять жизненным циклом объектов. Теперь этим занимается компилятор. Storyboarding. Storyboarding. Те, кто раньше разрабатывал, знают, что чтобы создать интерфейс, нужно было создать его кси-файл. Теперь не надо этого делать. Теперь мы создаем storyboard и раскладываем все экраны в один… То есть они размещаются все на одном экране, и мы видим, что последовательно зависит друг от друга. Единый интерфейс Xcode. Раньше интерфейс Builder. Core Data, Modeler. Все это были отдельные программы. Ждать, пока это запустится, иногда надоедало. Ну, также много других технологий. Я про них подробнее расскажу чуть позже. iCloud. Изначально технология iCloud была представлена на, по-моему, апрельском WWDC 2011 года. Что нам показали? Это замена Mobile.me. Мы можем хранить свои файлы в облаке. И это для обычного пользователя. Он просто может хранить свои файлы в облаке. Что важно знать для разработчика? Где нам хранить файлы? Раньше никто не задумывался, где хранить файлы. Люди хранили файлы в documents, в library, где угодно. Теперь же существуют достаточно строгие правила, чтобы нормально работать с iCloud. Данные, которые генерирует пользователь и которые сложно восстановить, следует хранить в папке documents в самом аппликейшене. Что нам это дает? Эта папка синхронизируется с iCloud и проталкивается на все остальные девайсы, ваши iOS девайсы. Данные, которые можно восстановить или скачать, следует хранить в library cache. Как пример, допустим, у вас некий сервис, который скачивает видео. Видео следует хранить здесь. И любые временные данные, которые не имеют смысла хранить после закрытия программы или после выхождения из какой-то вьюшки, следует хранить в TMP. ARC. Как я говорил уже ранее, в предыдущих версиях iOS и Xcode приходилось управлять жизнью объектов самостоятельно. Создал объект, его reference count стал один. Как только ты сделал ему релиз, стал ноль, память этого объекта освободилась. Теперь этим управляет компилятор. Какой компилятор? В Xcode 4.2 нам представили LLVM, Low Level Virtual Machine. Это фронт-энд для компилятора CLang. Вследствие этого все работает очень быстро. Даже быстрее, чем последняя версия GCC. Многие столкнулись с такой проблемой, когда появился ARC. Хотелось перейти на ARC, но старые проекты очень сложно мигрировать. Все релизы ретейна приходилось удалять. Сложно, нудно, не хотелось делать. В Xcode 4.2 появилась возможность, появилась настройка меню, мы можем делать мигрейшн. Просто migration tools мы нажимаем. Этот проект будет работать с ARC. Все, у нас все релизы ретейны удаляются. Ну и проект становится с поддержкой ARC. И также некоторые знакомые директивы, как retain, нам приходится заменять на strong. И assign для делегатов мы заменяем виком. Но это, наверное, все, что можно сказать про ARC. Все остальное это уже личное дело каждого, как разобраться с этим. Notifications. Мы уже многие видели, те, кто пользуется iOS 5. Приходит письмо, приходит сообщение, смс, ммс, что угодно. iMessage. Все это появляется в верхней панели Notifications. Что важно для разработчика? Мы можем отправлять свои Notifications. Одно из самых интересных storyboards. Раньше, чтобы создать tab view контроллеры, навигейшн контроллеры, приходилось это все описывать в коде, либо создавать в ксивке, что очень сложно и нудно. Теперь мы просто растягиваем нужные нам интерфейсы как в том порядке, в котором надо. Создаем между ними связи, c-view. Определяем, как будут переключаться контроллеры. И все хорошо. Меньше кода, больше интересных задач. Единый интерфейс Xcode. Как я уже рассказывал, раньше это были интерфейс-билдер, в котором мы создавали интерфейсы. Core Data Modeler. Еще часть других программ приходилось запускать. Они запускались из Xcode, но это была отдельная программа. Долго, неприятно было ждать. Теперь это встроенные части Xcode. Нам не требуется их запускать отдельно. Но, к сожалению, органайзер, который мы управляем всеми нашими девайсами, и репозиториями, и прочим, до сих пор это отдельная программа. Twitter integration. Twitter integration полезен для тех, кто пишет некоторые applications, которые нуждаются в либо получении твитов, либо отправке их. Для отправки твитов появляется очень удобное модальное окно, как мы видим вот здесь. То есть не надо самим отправлять что-то твиттеру. Забиваем нужное нам сообщение, пользователь его редактирует. Есть возможность добавить location, фото, все остальное. Твиттером стало пользоваться союз удобнее. Также сделали очень удобное IP для работы. Если выпишешься твиттер-клиент, его писать теперь легче. IP очень удобное стало. Newsstand. Раньше приходилось создавать, если читаешь какие-то новости, какие-то новостные приложения, допустим, Esquire, MassHealth, любое. Хотелось создавать отдельную папочку, где хранить стоило все эти приложения. Теперь Newsstand – это отдельная программа, в которой мы заканчиваем наши приложения, и они отмечаются там как журналы. Для этого достаточно поставить одну директиву в настройках, и у нас получается уже Newsstand-приложение. Также в iOS 5 появился новый фреймворк Newsstand Kit, который позволяет делать приложение для Newsstand более быстрее и удобнее. Также появился весьма интересный новый фреймворк CoreMH. Раньше, чтобы заниматься Face Recognition, распознаванием лиц, приходилось подключать сторонние библиотеки, часто они были написаны на C, а когда пишешь на Objective-C, не очень хочется использовать их. Это может либо подтормозить систему, либо это просто кому-то неприятно. Теперь у нас есть CoreMH. CoreMH позволяет редактировать на лету любые изображения, также можно обрабатывать в потоке видео. Там встроено достаточно много фильтров. Можно написать свой Инстаграм, кому интересно. Также есть поддержка удаления красных глаз, ну и, как я уже говорил, распознавание лиц. Не смотрим на этот слайд. Также в iOS 5 появился… не появился, появилась уже окончательная поддержка AirPlay. AirPlay – это возможность стримить откуда-либо какой-нибудь контент. Допустим, видео. Мы стримимим видео, мы можем отображать в своем приложении. Но, наверное, из самого интересного это все. Ваши вопросы. У меня маленькое… Ну, допустим, я говорю в микрофон. У меня маленькое предложение. Тут я краем уха услышал, что ребята обсуждают, что Dropbox может делать то же самое, что iCloud. Я знаю, что это не так. Расскажи в двух словах хотя бы. Хорошо. Я не спорю. Dropbox тоже может делать многие вещи. Объясняю вам небольшой секрет. Все приложения под iOS работают в так называемой песочнице, сэндбокс. Другие приложения не имеют доступа к вашему приложению извне. Создается область памяти, куда имеет доступ только ваше приложение. Это область памяти на винчестере, на диске, внутри девайса. Область памяти оперативной. Все остальное. То есть, да, Dropbox это умеет. Dropbox просто не будет иметь доступа к вашему… к области памяти вашего приложения. И то есть он не сможет синхронизировать между вашими девайсами те документы, которые создает ваше приложение. Допустим, приведу пример. Вы создаете приложение, записываете что-то в SQLite базу. SQLite база – это SQLite файл отдельный. Вы хотите синхронизировать между двумя девайсами. Dropbox это не сможет сделать на iOS. iCloud сможет. Еще вопросы? Я думаю, наиболее актуально для нашей страны такой вопрос задать. Много ли трафика жрет iCloud? Потому что, ну я так понимаю, Notification Center – это такая абстрактная сущность, которая там на сервере где-то, посылает мне Notification, парень у тебя там картинка пришла. Ну и в ждущем режиме сколько он трафика жрет в среднем? Пользуюсь iOS 5. У меня подключен, не скажу, какого оператора, тариф на 1 гигабайт. К концу месяца у меня осталось 700. И это при счете, что у меня постоянно включен Twitter, иногда включен Skype на айфоне. Ну вот давайте считать ну 300. И это при счете, что у меня почта, Instagram, Facebook и прочие приложения, которые постоянно мне отправляют Notification и вдруг что-то случилось. А вот API для работы с iCloud удобная в iOS 5? Я говорю, достаточно, можно там управлять отдельно. Там есть API. Проще всего положить в папку documents. И оно автоматически синхронизирует папку documents? И оно автоматически синхронизирует между всеми iOS девайсами, которые стоит эта программа и которые записаны на ваш iCloud аккаунт. Ну то есть подписываюсь на iCloud, свое приложение, и оно уже работает. Да, оно автоматически синхронизируется. Спасибо. Да, девушка в первом ряду. Сустя, а как давно вы занимаетесь iOS и почему вы выбрали… Как давно вы занимаетесь iOS и почему вы выбрали именно вот это направление? Я занимаюсь iOS уже почти год. Нативная разработка дается, я занимаюсь полгода. Почему я выбрал это? Это деньги. Там слишком крутится много денег, и это очень интересно и удобно. Да, я признаю, я фанат продукции Apple. Мне не стыдно это признать, я этим горжусь. Это удобно, это практично. Спасибо большое. А как вам работает? Вам нравится ваша компания? Я так и не поняла, вы работаете в стиле digital media или в циклуме не разобралось? Я работаю в компании циклум и в команде, которая работает на английской компании стиле digital media. Поняла. Вам нравится? Обожаю. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.